Ситуацию с коронавирусом обсудили сегодня первоуральские депутаты. Отчитаться попросили главврача городской больницы Николая Шайдрова. Речь шла о готовности медучреждений к новой инфекции. Почему доклад вызвал много вопросов, расскажем в сюжете. 38-е заседание Думы внеочередное. На нем рассматривают вопросы, которые требуют срочного обсуждения. Оба вопроса повестки связаны с угрозой коронавирусной инфекции. То, что угроза коронавируса реально, депутаты демонстрируют наглядно. Пришли в масках и перчатках. У кого-то во время заседания и антисептик под рукой. Первый пункт повестки – поддержка предпринимателей. Но ажиотаж вызывает второй вопрос. Что делать, если ухудшится ситуация с коронавирусом? Каких специалистов планируется еще привлекать? Сколько специалистов обучено дополнительным методикам оказания помощи при коронавирусной инфекции? И где обучались данные специалисты? Депутаты интересуются, готовы ли к новой инфекции медучреждения Перворайска. Отчет держит главврач горбольницы Николай Шайдуров. Планируем раскрыть палату интенсивной терапии в одном из боксов инфекционного отделения. Для этого переведем туда два аппарата ИВЛ из терапевтического корпуса. Наши реаниматологи уже знают, что они будут там работать. Более 40 врачей прошли доп. обучения. 160 коек подготовили в Перворайске для больных коронавирусом. Тем не менее, у депутатов еще остались вопросы. Случаи заражения у нас в городе есть. Поэтому депутаты Перворайска и городской думы сегодня задали очень много вопросов Шайдурову Николаю Григорьевичу. И на эти вопросы мы не получили ответа. Ситуация в городе стабильная, но мы должны быть готовы к любому повороту событий. Хватит ли аппаратов искусственной вентиляции легких? Удастся ли быстро развернуть госпиталь? Выдержит ли электропроводка больницы? Усиленный режим работы. Эти и другие вопросы волнуют депутатов сегодня. Необходимо подготовить резервное электроснабжение, еще раз посмотреть лифтовое хозяйство, чтобы лифты чутко постоянно работали. И посмотреть на санэпид режим, чтобы весь медперсонал был протестирован. Медиками было отмечено о том, что им не хватало ни масок, ни защитных средств. И в докладе Николая Григорьевича Шайдерова было четко сказано о том, что основные поставки пошли только с 24 апреля. Это как раз то время, когда Перворайск получил первые заболевания по коронавирусу. Избежать коронавируса можно, если соблюдать режим самоизоляции. Особенно ограничения актуальны в майские праздники. В этом сошлись все участники заседания. Ситуацию с коронавирусом в Перворайске и меры профилактики депутаты договорились обсудить еще раз. Соберутся на очередном заседании уже 30 апреля, где вновь заслушают доклад главного врача городской больницы. Алексей Фербицкий, Александр Захаров. Новости Перворайск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова